Сегодня мы выходим в эфир с нашей программой «Путь йоги». Сегодня у меня в гостях замечательная Егиня, удивительная женщина, прекрасная, красивая Маша Асадова. Мы с ней в некотором роде земляки сейчас, хотя мы не в некотором роде земляки, мы, естественно, обе из России, но сейчас мы обе проживаем в Сан-Франциско. Моя соседка Маша Асадова, сертифицированный преподаватель йоги по международной сертификации RYT, Йога Альянс. Она преподает йогу уже много лет, и практика и преподавание йоги остается для Марии одним из самых мощных инструментов самосовершенствования. Машенька, привет! Благодарю тебя, что ты согласилась принять участие в нашей программе. Сегодня у нас очень интересная тема. Доброе утро, Настя, доброе утро, все радиослушатели. Да, мы сегодня поговорим о йогических практиках для очищения ума и тела. Я осознанно, хотя в нашем анонсе я написала «Тело и ума», но сейчас я осознанно пронесла ума и тело, потому что прежде всего йога очищает, мне кажется, наш ум, и это самое важное. Тело это все-таки уже вторично, хотя сейчас, естественно, об этом очень-очень много говорят, и постоянно мы можем читать огромное количество статей на тему, что вот как полезна йога, но все-таки больше придают именно физическому плану, хотя ум это прежде всего. Вот, и мы сегодня поговорим как раз о йогических практиках очищения. Сейчас это очень актуальное время, потому что осень, сейчас смена сезонов будет происходить, хотя мы живем в замечательной теплой Калифорнии, где сентябрь, это практически еще лето, и вот мы вчера была в Сан-Франциско, было 28 градусов тепла, около воды потрясающе. Конечно, странно думать о том, что осень приближается в нашем климате, но тем не менее многие наши радиослушатели, которые проживают в России и в других местах, и на других континентах, они, возможно, уже чувствуют, что осень приближается. И в аюрведе, как и в йоге, а йога аюрведа не, в общем-то, это как бы ветви одного дерева, да, вот можно такую аллегорию провести, осень это самое благоприятное время для того, чтобы проходить, проводить очистительные практики. Я сейчас у Маши спрошу, зачем вообще нужны очистительные техники, и что мы приносим в нашу жизнь этим? Хороший вопрос, Настя. Действительно, зачем вообще нужно заморачиваться очищением и что-то предпринимать для того, чтобы очистить наш организм? Вообще, изначально природа создала наше тело совершенным, и наш организм — это сложная такая биологическая система, которая идеально приспособлена для жизни во Вселенной, так скажем. Но работа отлаженной этого организма, этой системы, все-таки зависит от того, насколько он чист, как изнутри, так и снаружи. Наше физическое тело может загрязняться от неправильной еды, от неправильного образа жизни, окружающей среды. А вот наше энергетическое тело или наш ум, как ты уже сказала, он загрязняется от негативных мыслей, от различного информационного мусора, который мы повсюду в интернете, по телевидению и так далее подхватываем. То есть тело становится грубым, грузнеет, соответственно, засоряется и ум. И пока количество этих загрязнений в нашем теле допустимо, они не особенно, в принципе, не особенно вредят организму и особой угрозы для жизни не представляют. Они, естественным образом, выводятся из нашего организма через систему выделения, которых у нас, как ты, наверное, знаешь, 4, да, основные – это кишечник, мочевая система, дыхательная система, ну и, соответственно, кожа. Вот через эти системы организм как раз-таки выводит все отработанное и вредное. А когда системы выделения в силу определенных причин перегружены или ослаблены, эти шлаки просто складируются в безопасных местах, так скажем. У кого-то это может транслироваться в лишний вес, у кого-то в головную боль, какие-то недомогания, слабость. То есть так или иначе у человека может возникнуть болезнь, да, в результате того, что в теле накапливаются эти загрязнения. Поэтому болезнь… В аюрведе это называется ама, да, токсины, можно так еще сказать в переводе на русский, да, санскриты, хотя не совсем это правильно. То есть ама – это такое очень более широкое понятие, что-то такое, что накапливается в организме, то есть это и токсины, и нехорошие мысли, да, и наши поступки, и последствия этих поступков. Это все можно назвать амой. Да, и желчи, слизь, излишняя. То есть так или иначе болезнь – это защитная функция организма, которая отвечает именно за здоровье организма. Мы можем, в принципе, очищаться и через болезни, так, соответственно, сопутствующие и через сопутствующие им страдания, которые идут по один вместе с болезнями. Но можно и самостоятельно очищаться, прикладывать какие-то усилия к тому, чтобы очищать свой организм до того, как возникнет какая-то болезнь. И вот в йоге существует шесть основных практик очищения. На санскрите, есть такое слово на санскрите – шаткармы. Вот шаткармы – очистительные практики йогические. Они нам помогают правильно ощущать, воспринимать окружающий мир. И первая их задача – это все-таки профилактика, это все-таки очищение тела ума, а не лечению. Поэтому если мы прикладываем усилия к тому, чтобы держать свой организм в чистоте, так же, как мы зубы, например, чистим два раза в день, утром и вечером, так, соответственно, и к своему телу мы относимся с вниманием. И да, действительно, межсезонье – это отличное время для того, чтобы заняться своим телом. Не только своим телом, но и своим умом все время нужно заниматься. И вот приведу личный пример. Например, когда я начала заниматься йогой, не было у меня доступной информации о шаткармах. То есть где не рассказывалось, то есть на классах, ты сама понимаешь, где занимаются асанами, никто никогда не рассказывает никаких очистительных техник. Но каким-то образом мне вдруг захотелось почистить свой кишечник, почистить свой организм. И я очень увлеклась системой очищения организма по Семенову. Я не знаю, если ты слышала о ней, очень популярная. Суть ее чистки заключается в раздельном питании вегетарианском и каждодневными клизмами. Эта система действительно очень мощная, очень работающая. Но когда впоследствии я уже начала изучать более глубокую йогу, изучила шаткармы, я поняла, что эти техники, они еще глубже, еще более целостнее очищают организм. И поэтому, я думаю, даже те радиослушатели, которые только-только начинают какие-то первые шаги делать в йоге, ну и тем более те, кто уже давно занимается ей, немного изучить этот вопрос поглубже для себя и попробовать, возможно, какие-то из практик, возможно, те из практик, которые мы сегодня будем, про которые мы говорим. О которых мы поговорим, да. Я хочу как раз еще сделать дополнение, что если аюрведа, это как раз все-таки, то есть это как профилактика и лечение, то шаткармы – это именно профилактические способы действия, да, и они прежде всего, ну, то есть я такое предупреждение хотела бы сказать, просто вот буквально одну минутку занять нашего времени, что если вы не уверены, что вам эта техника подходит, все-таки лучше всегда проконсультироваться со специалистом, и не надо заниматься самостоятельными очищениями, если вы в чем-то не уверены, вот можно, пожалуйста, связаться с Машей, она вас с удовольствием проконсультирует и поможет, или с каким-то специалистом как раз по аюрведе, или с опытным инструктором по йоге, который мог бы вас направить, да, и порекомендовать именно все ли техники шаткармы вам нужно применять, либо что-то одно, либо с чего-то начать, то есть если у вас есть какие-то серьезные заболевания, то лучше это не делать самостоятельно. Я абсолютно согласна, Настя, да, я об этом еще буду неоднократно говорить, есть определенные противопоказания, то есть те ситуации, когда действительно не следует заниматься шаткарами, а следует обратиться непосредственно к врачу, а не пытаться это через такие вот техники каким-то образом решить. Вообще, ну будем их называть шлаками, хотя я понимаю, что некоторые люди немножко не совсем понимают значение этого слова, да, что такое шлаки, такое нечто, что это такое вообще. Ну, если мы будем их под ними подразумевать, различные слизи, накопленную слизью, слизь, желчь, газы, на все это, на все эти шлаки организм тратит огромное количество энергии для того, чтобы всеми силами от них избавиться. Поэтому в йоге почему так важно очищение? Потому что если человек начинает заниматься аснами, а тем более пранаямами, то нужно понимать, что эффект от этих техник будет минимальным, потому что большую часть энергии организм будет тратить на борьбу вот с этими токсинами. Поэтому обязательно техника шаткарм рекомендуется в начале. В некоторых школах юридических, на самом деле, рекомендуется выполнять шаткармы до того, как человек должен приступить к практике асан, ну и тем более пранаяма. И блокировка в виде избыточной слизи, они просто могут не дать возможность практиковать пранаяму, то есть получать минимальный эффект от них. Поэтому прежде всего нужно, конечно, почистить свой организм. И вот когда в организме возобновится правильное усвоение, выделение, и пранаяма будет более эффективной. Ну и, соответственно, и асана. И мы, когда будем говорить про практики, я расскажу, какие из практик действительно помогают и эффективным образом, и для растяжки лучше, ну и тем более на уровне ума, как это действует. Вообще, согласно аюрведе, есть три недостатка. Тело может иметь три недостатка. Капа — это слизь, пита — кислота, и вата — ветер. Правильно, да, я делаю? Да, совершенно верно. И вот именно их уравновешенность, она и вызывает болезни. Поэтому через практики шаткарм на уровне тела мы как раз-таки стараемся уравновесить дисбалансы вот этих, они дошами называются, так же? Да-да-да, совершенно верно. А вот на уровне ума тоже так же есть три недостатка. Первое — это малая нечистота. Второе — викшепа, отвлечение внимания. И третье — аварное, это невежество. Тоже нам все знакомы. То есть какие-то, скажем так, не совсем чистые мысли. И когда наше внимание, когда у нас концентрация очень ослаблена, да, ну и какие-то невежественные иллюзии, какие-то представления. Ну и поскольку мы заговорили об уме, я немножко глубже уйду и расскажу, какие бывают типы нечистот, скажем так, ума или загрязнений ума. Первое — кама, это вожделение. Это ещё описано, кстати, в Бхагавадгите. То есть это не придуманное кем-то, это действительно описано в древнейших источниках. То есть первое — это вожделение кама. Это наши чувства, желания какие-то. Второе — это кротха, гнев. Третье — это лобха, жадность. Четвёртое — моха, иллюзия. Мада — безумие или гордыня. И шестое — мацария, зависть. То есть такой полный спектр, скажем так, загрязнений ума. И когда мы начинаем заниматься практиками шаткар, они стабилизируют физические центры в нашем теле и энергетические центры. И когда в баланс приходят те доши, про которые мы говорили, то и мозг, соответственно, начинает более ярко, более адекватно воспринимать реальность. То есть шаткармы работают не только на уровне физического тела, но они воздействуют и на ум, и на мозг, и на определённые блоки энергии в теле. Ну что, мы, наверное, перейдём к описанию самих практик. Да, я думаю, можно уже перейти как раз, какие у нас практики, собственно, существуют. Но уже из того, что ты перечислила, уже можно сделать определённые выводы. И я думаю, что, в принципе, ну это не секрет, да, какие каналы нам надо очищать. Единственное, что я хотела бы ещё, знаешь, заострить внимание наших радиослушателей на том, как понять, что тебе необходима чистка. Ну, в принципе, нам всем необходима чистка, даже просто как бы после вот этих сезонных переходов, они уже тем самым нас стимулируют к очищению. Ну, скажем, если вот вы занимаетесь проноямой, да, вы чувствуете, что вам сложно. Это уже показатель того, что чистка необходима. Если мы периодически испытываем тяжесть в теле, да, в кишечнике, какое-то ощущение несварения пищи, то это тоже показатель того, что наши практики, то есть нам необходима очистительная практика. Ещё показатель, если у нас начинаются какие-то проблемы с суставами, то есть это не болезни, а какие-то вот незначительные. Допустим, у нас малая подвижность сустава, да, вот мы что-то делаем, мы начинаем практиковать йогу и чувствуем, что суставы не очень хорошо двигаются, да, нам кажется, мы какие-то не можем раскрыть что-то, да, то это тоже как раз признак того, что нам нужна очистительная техника, потому что в суставах вообще копится огромное количество токсинов, это как раз вот место сосредоточения ветра, и если вата, ветер, как ты уже сказала, она отвечает у нас за движение, и если у нас есть какие-то нарушения подвижности, значит, у нас уже однозначно вата Доша, она вышла из равновесия. Это абсолютно очевидный признак, вот. Поэтому, в принципе, если я не знаю, у тебя есть ещё что добавить, какие признаки ещё необходимости очищения? Да, у меня есть что добавить, когда мы будем говорить о… Да, о конкретных техниках. Да, я скажу конкретно, да, то есть, например, мы будем говорить об очищении кишечника, мы конкретно рассмотрим эти симптомы, которые могут сигнализировать о том, что действительно пришло время почиститься. Мы начнём сверху, мы начнём с нашего мозга, с головного мозга. В практике йоги, в практике шаткарм, есть практика для очищения лобных долей мозга. Она называется «Дыхание капалабхати». И интересно, что с санскрита капалабхати переводится как «сияние черепа». Какие эффекты даёт эта практика? Я начну с эффектов. Ну, улучшение мозгового кровообращения, такая свежесть в голове. И кто действительно выполняет эту практику, они замечают, наверное, что после того, как ты несколько подходов сделаешь дыхание капалабхати, такое ощущение свежести, ясности мыслей в голове. Затем эта практика даёт очищение слизистой. То есть очень хорошо её практиковать при насморке, при различных урви заболеваниях. Также она стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Очень хорошо разжигает огонь пищеварения. Но на энергетическом уровне она поднимает энергию наверх. Это очень мощная практика работы с подсознанием. То есть когда ты действительно входишь, концентрируешься на дыхании во время её выполнения, то подключается твоё подсознание. То есть очень хорошо работает и с подсознанием эта практика. Какие есть противопоказания? Сразу оговорюсь. Одно из противопоказаний – это гипертония. Ну, конечно, беременность, менструация, различные какие-то неомы и острые воспалительные процессы в области живота. Почему такое внимание к животу здесь идёт? Потому что вся техника основана на том, что мы делаем пассивный вдох через нос, а на выдохе делаем такой лёгкий выдох через нос и подтягиваем живот вовнутрь. То есть если у человека есть какие-то болевые ощущения или какие-то воспалительные процессы, соответственно, брюшной полости, то не стоит экспериментировать с этой техникой. А на самом деле эта техника очень безопасна. И любой преподаватель йоги, даже тот, кто недавно преподаёт, её обычно даёт на своих занятиях, потому что он знает, что это очень безопасная техника для занимающихся. Выполняется обычно для новичков где-то 20-25 раз таких вот вдохов-выдохов, а для более продвинутых, занимающихся до 50 вдохов. И так можно сделать несколько подходов и просто проследить за теми ощущениями, которые возникают в теле, которые возникают в уме после выполнения этой практики. Следующая практика, про которую… Извини, я буду говорить немножко, если быстро буду говорить. Останавливай меня. Конечно, конечно, Машенька, не переживай. Есть материалы для обсуждения, поэтому я начну с таких простых практик. Вторая практика называется тратака, или немигающий взгляд. Тоже очень простая техника, когда мы концентрируемся на объекте с помощью взгляда. Объектами концентрации могут быть самые различные объекты. То есть это и свеча, и изображение, и точка. В йоге мы используем свечу. Эффекты от этой практики прекрасные. Они, на самом деле, благодаря этой практике устраняются и болезни глаз, такие как близорупость, астигматизм, ранние стадии катаракта. И это даёт очень мощный целебный эффект также при депрессии, бессоннице, при плохой памяти. Во время этой практики высвобождается огромное количество энергии, и эта энергия направляется к дремящим участкам мозга, и говорят, что даже при регулярном выполнении может пробудиться ясновидение. То есть для кого это актуально, могут практиковать эту технику регулярно. Но и самое главное, она развивает навык концентрации. Это позволяет очень быстро и эффективно решать вообще любые задачи в жизни, по жизни. На самом деле, эту технику ещё очень часто используют в психологии, потому что она имеет такое название, как сила огня, и многие психологи её рекомендуют, как такие техники, в общем, развития себя. Это очень глубокая, на самом деле, техника, которая именно тренирует концентрацию, и можно, глядя на пламя огня, представить некий образ того, от чего мы, например, хотим избавиться, и как этот образ, он сжигается в пламя свечей и уходит от нас. То есть это очень-очень мощная практика, потому что она даёт невероятные совершенно результаты. А также можно, наоборот, представить, что пламя свечей даёт нам некие силы. То есть это уже немножко не из области йоги, но, тем не менее, я неоднократно с многими психологами разговаривала, и эту технику очень часто практикуют. именно то, что вот как именно с пламенем свечи. То есть это невероятная такая... Мы заряжаемся силой огня. Но то, что была описана эта техника в древних йогических текстах, это только дополнительно подтверждает, что это действительно магия невероятная. Да, это действительно так. И из личного опыта могу сказать, что она действительно очень-очень хорошо развивает концентрацию, и это очень помогает во время медитации, практике медитации. Но для неё тоже есть небольшие противопоказания. Если у человека есть какие-то острые воспалительные процессы в голове или высокое глазное давление, то не рекомендуется эту технику выполнять. Ну, саму технику я расскажу. Она, в принципе, очень простая. Мы ставим свечу на расстоянии где-то одного метра на уровне глаз, смотрим на пламя свечи и стараемся не моргать до тех пор, пока не потекут слёзы. И как только потекли слёзы, мы закрываем глазки и просто наблюдаем за этим отпечатком свечи на чёрном экране перед глазами, пока это изображение не пропадёт. И можно повторить первые и вторые шаги. То есть опять-таки мы начинаем открывать глазки, опять начинаем смотреть, где-то до 10-15 минут, то есть не больше. И очень хорошо эту практику делать перед сном. Она очень успокаивает ум, успокаивает нервную систему, и затем можно просто лечь спать и быстро уснуть. Ну что, следующая практика... Да, конечно, давай переходим. Следующая практика — это НЭТИ. Эта практика очень... Особенно сейчас на Западе она стала очень популярной. Очищение носа. А вообще нос, ты знаешь, что его считают вратами в мозг. Очень важные функции, на самом деле, у носа. Если это не против, я повторю ещё раз. Нос на самом деле уникальный орган в нашем теле. Он не только очищает и согревает воздух для лёгких, он... Значит, ворсинки в нашем носу, они фильтруют от пыли воздух. А в самом глубине нашего носа есть такие костные образования. Они покрыты такой бактерицидной слизистой оболочкой. И через неё циркулирует кровь. То есть, когда кровь попадает в контакт с воздухом, кровь очищается от микробов. И когда мы именно дышим через нос, соответственно, воздух и обогащается кислородами, и очищается, и, соответственно, мы дышим чистым воздухом, и наша кровь насыщается кислородом. Поэтому вообще в йоге дышать через рот нежелательно. То есть мы во время практики дышим через нос, ну и вообще в повседневной жизни стараемся дышать через нос. Тоже, кстати, очень важный момент. То есть если у нас затруднено дыхание через нос, если мы себя чувствуем, что мы всё время дышим через рот, то это как раз повод обратить внимание, что нам пора что-то с этим предпринять. То есть это на самом деле уже признак даже серьёзных изменений в организме, поэтому обязательно следите за тем, чтобы ваше дыхание было всегда через нос. Это очень важно. Да, и у йогов есть два типа очищения носа. Очищение водой и очищение хлопчатой бумажным жгутом, ниточкой или катетером. Я расскажу про первый, ну и, в принципе, про второй тоже. И давай про второй тоже поговорим, потому что интересно, конечно. Хотя это абсолютно точно нельзя делать, если вы к этому не готовы. Ну давай про первый. Это достаточно простой способ. Он, кстати, очень часто применяется в натуропатической медицине, именно промывание носа солёным раствором. Мы можем встретить эти техники и в русской традиции натуральной медицины. В общем, это достаточно известная техника. Даже здесь у нас в США, пожалуйста, можно пойти в аптеку, купить солевой раствор и промыть нос. Вот, Маша, нас сейчас никто не видит, но потом в видео, кто захочет посмотреть, Маша, покажи ещё нам, пожалуйста, чайничек для Нэти. Вот так выглядит специальный чайничек для Нэти для промывания носа. Как же это делать? Да, значит, первая техника называется Джала Нэти. Мы берём на пол-литра тёплой воды и кладём одну чайную ложку соли. Где-то на пол, ну приблизительно так. И наливаем в этот чайничек. Начинаем, значит, берём носик чайничка, вставляем в одну из ноздрей и начинаем вливать водичку через одну ноздрю, и она начинает выливаться через другую. При этом мы дышим ртом. И затем повторяем то же самое, делаем на вторую ноздрю. Где-то, я бы сказала, ну можно пол-литра на каждую ноздрю, можно по литру на каждую ноздрю. То есть у кого, какая, насколько, скажем так, насколько у него загрязнена носоглотка и насколько он чувствует эффект от какого количества. Иногда бывает человеку недостаточно одного стакана или там пол-литра, чтобы почувствовать вот этот очистительный эффект от этой практики. Но после того, как мы её выполнили, можно просто 10 раз вдохнуть и выдохнуть через нос, чтобы просушить нос. А можно опять-таки выполнить технику дыхания капалабхати. То есть тоже, когда мы мощно выдыхаем через нос, мы просушиваем, соответственно, носоглотку нашу. Ещё какую-то бастрику можно, я думаю, проделать. То есть не обязательно капалабхати, можно ещё бастрикать. Это обычно дыхание огня, тоже достаточно популярная техника пранаямы, которая довольно много где описана. Да, то есть любая техника, которая позволяет именно на выдохе прогнать воздух и просушить носик. Эту практику можно дополнять ежедневно. Поэтому для человека, который живёт особенно в холодном климате, если эта практика выполняется ежедневно, то, соответственно, нужно её выполнять немножечко пораньше. Потому что если при этом человек сразу выходит на улицу и какие-то остались капельки, допустим, там, жидкости, то они могут замёрзнуть. Не настолько, чтобы тяжёлая была, столько воды было в моздрях, но чтобы человек имел возможность просушить нос, чтобы он сразу не выходил с мокрым носом на мороз, допустим. То есть делать это, допустим, там, за час, за два до того, как он выйдет на улицу, чтобы не простыть. Я знаю, что техника НЭТИ, она также дарует ясновидение, как и техника очищения огнём. И она разрушает все болезни, которые проявляют себя выше горла. Да, кстати, об эффектах этой практики. То есть помимо того, что она очищает нос от пыли и слизи, она также очень хорошо укрепляет иммунитет, стимулирует нервное окончание носа, что улучшает работу мозга. Она улучшает память, зрение и устраняет бессонницу. И на тонком плане, на энергетическом плане она стимулирует аджно-чакру. Поэтому, да, это действительно стоит того, чтобы начать практиковать. И очень хорошо при мигрениях, кстати, она используется. И если вы испытываете какие-то... Для женщин, вот я, поскольку всегда на женском здоровье концентрируюсь, если есть проблемы с ПМС, предменструальным синдромом, то техника НЭТИ, она тоже очень серьёзно помогает избавиться от этих последствий именно предменструального синдрома. Противопоказания, если какие-то есть воспаления, во-первых, да, сразу, то есть если у вас какой-то воспалитель... Вообще любой воспалительный процесс, он является сразу противопоказанием к проведению очистительной техники. Сначала нужно этот процесс, чтобы он прошёл, да, он затих, а только после этого мы уже занимаемся очищением, потому что в противном случае мы навредим своему здоровью. Это очень важно понимать. Да, если какие-то есть кровотечения или опухоли, или полипы носовых ходов, то, конечно, да, ни в коем случае эту практику мы не выполняем. Ну и вторая практика, она называется СУТРАНЭТИ, когда очищение носа мы делаем с помощью хлопчатобумажного жгута или катетера. Вот катетер, он подаётся в любой аптеке, вот таким образом выглядит. У меня, к сожалению, у меня нету сейчас и самой хлопчатобумажной ниточки или жгута, с помощью которого делается эта практика. Ну вот есть катетер, то есть его, в принципе, можно купить в любой аптеке. Как он, я не буду демонстрировать, но я просто расскажу, как это происходит. Мы берём шнурок, либо катетер и смазываем кончик маслом, затем запрогидываем голову назад, да, и начинаем опускать через одну из ноздрей, начинаем опускать шнурочек в ноздрю, так, чтобы он прошёл по передней стенке твёрдого нёба. То есть если, ну, к сожалению, у нас сейчас нету возможности показать радиослушателям вот самоустроение носа, то есть если посмотреть на анатомию носа, то у нас вот на задней стенке, вот здесь вот таким образом, да, носа находится твёрдое нёба, да, соответственно, задняя стенка твёрдого нёба. И затем по ней, по ней, да, когда жгутик начинает двигаться, он постепенно выходит к ротоглотке, и затем, когда вы опустите голову, да, вот проденете её таким образом, открываете рот, лучше всего даже в зеркало посмотреть, и пальчиками достаёте кончик этого катетера, да, и начинаете очень аккуратными, медленными движениями, как бы массировать поверхность носа, достаём его, да, полностью массируем, немножечко как бы шевелим, и при этом происходит стимуляция вот всех этих нервных окончаний, да, которые находятся у нас, и происходит очищение, то есть когда вы аккуратно полностью через рот его вытаскиваете, да, у вас будет некоторое количество слизи на этом катетере, то есть промываете вы его, опять-таки смазываете маслом, и делаете то же самое со второй ноздрю, и вообще, если выполняется практика с утра нети, то вначале делается с утра нети, а затем делается ещё и джала нети, чтобы ещё раз промыть всю ту слизь, чтобы мы её как бы... То есть получается, что жгутом мы как бы сдвинули всё, да, то есть мы расшевелили, а потом мы уже водой промываем. Ещё, наверное, можно за несколько часов использовать какое-то масло, да, закапать в нос его. Вообще с точки зрения, да, аюрведы, аюрведы, как это, как сказал один из моих учителей, это ойли-бизнес, да, то есть это вообще всё про масло. Есть такое замечательное аюрведическое масло, называется оно анутайлом, его используют как раз для того, чтобы, во-первых, массировать мармоточки, мармоточки – это такие акупунктурные точки, которые используются в аюрведе, и второе его предназначение, то есть это лучшее масло для носа как раз, то есть если мы тоже, опять же, можно даже сделать такую терапию, то есть несколько дней прокапать анутайлом, а потом уже пробовать очищать шнурком, тогда у нас, если у нас какие-то твёрдые накопления, вы поверьте, что могут быть и твёрдые накопления в носу, да, и вот в носоглотке они скопились там, то это очень хорошо помогает всё это размягчить, когда мы маслотерапию такую проводим, и анутайлом оно обладает успокоительным, противоспалительным, противоспалительным эффектом и выводит мокроту из дыхательных путей, в общем, даже просто если мы будем капать этим маслом, то это невероятная практика, очень хорошая, оно помогает тоже от огромного количества заболеваний, и мигрени тоже проходят, и сухость слизистой оболочки, особенно вот для тех, кто живёт в сухом климате, вот как мы с Машей, например, мы живём в Калифорнии, здесь очень достаточно сухо, особенно когда ты дальше от океана продвигаешься, если вот сейчас, опять же, осень, повышенная утомляемость, стрессовые состояния для людей, которые в городах живут, то есть это масло очень рекомендуется. Да, ну, если нет возможности, это масло, то, наверное, можно какое-то любое браку. Кульжутное масло замечательно также подходит, на самом деле, анутайлом – это масло, которое сделано по описанию из древнего аюрведического текста Аштанга Хридаям, с использованием различных масс, различных трав, но, в принципе, сделано на базе. Базовое масло здесь используется кунжутное. Самое простое – это кунжутное масло, которое в аюрведе используется как самое эффективное и самое лечебное. Просто его нужно немножко разогреть, то есть оно должно быть тёплое, температура тела, и вот эти масла можно закапать. Ну, естественно, если у вас нет аллергии на это масло, если вот по каким-то причинам у вас нет переносимости. Но, в принципе, даже вот такие бытовые масла, как подсолнечное и оливковое, тоже работают. На самом деле, вот это, как это ни странно. Но, в принципе, я всегда говорю своим пациентам, я думаю, ты тоже со мной согласишься, что то, что мы, то, чем мы лечимся, то, что мы наносим на себя, на тело, мы можем это и съесть. Это обязательный принцип аюрведический, который нужно всегда помнить. Почему вредны всякие косметические средства? Очевидно, потому что мы их есть вряд ли захотим. Да, мы на наш самый большой выводящий орган, на нашу кожу, да, мы наносим какие-то средства, которые, на самом деле, в общем, ядовиты, да, токсичны. Вот почему в современной косметической индустрии, вот к чему нас приводят. Ну, давай вернемся к техникам очистительным, да. И с утра ныти, в общем, мы с ней, наверное, уже закончили, да, показания, то есть, ну, естественно, те же. То есть, полипы носовых ходов и какие-то воспаления или носовые кровотечения, если есть, то следует эту технику выполнять. Но для человека, который здоров, не имеет этих противопоказаний, то очень мощная техника, могу сказать, из личного опыта она действительно очищает аджно-чакру как ничто другое. То есть, после нее мир наполняется такими яркими красками. Очень рекомендую, особенно те, кто уже давно практикует джаланетти, попробовать и с утра ныти. Опять-таки, под руководством, возможно, того человека, который уже хотя бы имеет некоторый опыт выполнения этой техники. Хорошо, следующая техника, о которой я хотела поговорить, называется наули. Наули санскрита означает «волна». И вообще эта техника считается лучшей из шаткарм. Я вот просто сейчас перечислю эффекты от этой практики. Она улучшает венозный отток крови, особенно это актуально при варикозе, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает кровообращение в органах малого таза, снижает давление, стимулирует периферийное кровообращение. То есть, даже вот этих эффектов, по-моему, достаточно, чтобы попробовать эту технику. У нее тоже есть некоторые противопоказания, поскольку, опять-таки, работа идет с брюшной полостью, с желудочно-кишечным трактом, то какие противопоказания? Это обострение язвы, это какие-то инфекционные заболевания органов брюшной полости, какие-то недавно перенесенные операции. И если есть у человека злокачественные опухоли или неомоматки, тоже не рекомендуется выполнять эту практику. Техника практики следующая. Мы делаем на задержке дыхания, после выдоха втягиваем живот под ребра, закрываем горловую щель, то есть делаем горловой замок, опускаем подбородок к груди и начинаем выделять прямые мышцы живота. И начинаем вращать. Ну, если мы вращаем прямые мышцы живота против часовой стрелки, это называется дакшина науле, против часовой стрелки это вам науле. Когда мышцы мы просто стягиваем вместе и как бы их выделяем вперед-назад, это называется матхиама науле. Но это не столь важно. Вообще техника, она требует некоторой практики, потому что особенно для женщин ее немножечко сложнее почувствовать, потому что наши мышцы брюшной полости настолько развиты, как у мужчин. Поэтому, ну, в принципе, для мужчин тоже. Для того, чтобы хорошо освоить выполнение этой практики, все-таки вначале стоит потратить некоторое время и научиться хорошо делать удиану-банху. Это когда мы подтягиваем живот именно под ребра, хорошо осваиваем, прочувствуем, как происходит поднятие энергии наверх и научиться хорошо делать агнисару крию, когда мы просто мышцы живота выделяем вперед и втягиваем и вытягиваем. То есть тоже хорошо уметь научиться контролировать мышцы живота. Я поясню, агнисара крия – это такая техника дыхания, да, то есть агни – это техника дыхания огня. То есть мы, когда эту технику выполняем, то у нас нам очень тепло сразу становится, то есть вот если нам надо разогреться. Вот, и еще я хотела добавить, я вспомнила, когда ты рассказывала про Наули, есть такой замечательный фильм «Индийские йоги. Кто они?» Этот фильм, по-моему, в 70-е годы был выпущен, он доступен сейчас на Ютубе, очень популярный был, научно-популярный фильм такой, в Советском Союзе еще был снят, и там как раз есть момент, когда какой-то йогин выполняет Наули. Там, конечно, такое движение с животом происходит, очень интенсивное, но понятно, что он человек очень опытный, то, к чему мы должны стремиться. Ну, там такой очень мускулистый мужчина, делает абсолютно вот эту волну животом, такой вот Наули вправо и влево, то есть у него просто такое впечатление, что живот живет своей жизнью. Вот если я очень всем рекомендую, кто йогой интересуется, обязательно посмотреть этот фильм. Он такой немножко, ну, он простой, наивный, да, вот 70-е годы, так вот как бы с техники такого науч-попа снят, но тем не менее он очень показательный, очень интересный фильм, и действительно много дает понимания в йоге. Да, это замечательно, что у нас сейчас столько информации, можно найти в интернете и про все эти техники, и найти фильмы, и описание подробных в статьях, и в книгах, и так далее. Но все равно, конечно, для того, чтобы научиться выполнять технику правильно, все-таки нужен живой человек, чтобы хотя бы проследил за тем, правильно ли человек выполняется, повторяет хотя бы то, что он прочитал в книгах. Поэтому, конечно, все равно обращайтесь к опыту людей, которые уже прошли этот, просто через обучение. Я еще добавлю, что вот вообще технику Иудияна Банха, да, вот этот вот замок нижний и науле, ее необходимо делать только на голодный желудок, да, или, то есть обязательно у нас должен пройти полностью процесс пищеварения, потому что мы воздействуем на брюшную полость, и если у нас там какие-то остатки пищи есть, то это, в общем, нам на пользу совершенно точно не пойдет. И лучше всего это делать вообще на голодный желудок. Мы утром встали, и вот когда мы зубы почистили, то как раз можно сделать практику там у Иудияны Банхи, и уже тот, кто освоил науле, да, у кого получается. Потому что сначала действительно это может… Кажется, что это очень сложно, но постепенно приходит навык, и это очень здорово. Это стимулирует работу кишечника, очень сильно улучшает кровообращение в органах малого таза, и для женщин это действительно великолепная техника для того, чтобы промассировать всю брюшную полость. Да, и она занимает, в принципе, не так много времени, несколько минут, поэтому стоит того, чтобы попытаться освоить ее и делать ее действительно как часть ритуала утреннего. Ну а мы перейдем к следующей практике, да. Она называется «Тхаути». «Тхаути» означает «очищение». И классификация вообще «Тхаути», практика «Тхаути», она огромная. Поэтому я выбрала те из них, которые, ну, скажем так, более актуальны для нас, потому что есть более экстремальные техники. Я в заключении, может быть, о них расскажу. Знаю, например, из них, когда мы вытаскиваем мышцы брюшной, не, прости, не мышцы, а фактически свой кишечник, вытаскиваем, промываем ее, и обратно засовываем, и вот таким образом очищаемся. То есть мы не будем... Ну давай не будем пугать людей. Этими практиками я расскажу все-таки про те, которые доступны для каждого. Давайте, да, внешние, внешние, например, на «Тхаути». В первую очередь техники «Тхаути» направлены на очищение всего желудочно-кишечного тракта, всех органов пищеварения. А поскольку процесс пищеварения у нас начинается во рту, поэтому и очищение начинается там же. Ну, в принципе, с чего мы начинаем очистить куртан? Ну, с очищения зубов. И раньше люди пользовались веточкой дерева ним или веточкой какого-то другого дерева. У нас сейчас есть обыкновенные зубные щетки, мы можем также, в принципе, прекрасно чистить зубы зубными щетками. Утром и вечером, да, как, в принципе, рекомендуется, для того чтобы снимать налет. А лучше, конечно, вообще после приема каждой еды. Но если не получается чистить зубы после каждого приема еды, то хотя бы утром и вечером. Ну и, конечно, очищение языка, потому что на поверхности языка накапливается налет, который образуется на языке, накапливается огромное количество бактерий, которые затем, соответственно, и разрушают нашу зубную эмаль. Поэтому обязательно чистить язык как часть и утреннего, и вечернего ритуала. Ну и следующая практика, о которой я хотела рассказать, она называется... Я вот просто думаю, с какой мне лучше всего начать. Наверное, я начну вот с вам о надхауте или с кунжелкрие. И прежде чем мы начнем говорить про очищение желудка, кишечника, ну, основных органов, да, пищеварения, я хотела тебе такие интересные факты, Настя, рассказать. Вот ты знала, что наш кишечник, он влияет на память, он формирует приступы страха и депрессии, отвечает за наши эмоции и настроения, он имеет больше нервных клеток, чем даже спинной мозг. Наш кишечник составляет 80% нашего иммунитета. Он усваивает жизненно необходимые витамины, микроэлементы. А в нашем кишечнике насчитывается около 100 миллиардов бактерий. Их вес, не представляешь, составляет около 2 килограммов. Просто бактерии, только бактерии. Когда наши бактерии и различные инфекции в кишечнике проникают через оболочку сосудов в головной мозг, они могут формировать у человека атаки голода, притуплять чувство страха и даже инстинкт самосохранения, могут провоцировать различные психические заболевания, а также по ним можно определить даже возраст, телосложение и регион проживания человека. Очень эти факты, когда я их прочитала, они мне показались просто потрясающими. Это, казалось бы, кишечник, какой-то орган, через который продукты выделения у нас проходят. И что здесь особенно в этом кишечнике? На самом деле кишечник – это совершенно уникальный орган. Недавно вышла книжка, она, в принципе, сейчас доступна. Я видела её и в Москве этим летом, и в России, то есть я видела её. Она продаётся и на английском языке. Книга называется «Очаровательный кишечник, как самый могущественный орган управляет нами». Написала её Джулия Эндерс. Это немецкая писательница и учёный. Она сейчас защищает докторскую гастроэнтерологию в университете Гёте во Франкфурте, Германии. И вот в этой книжке она в такой увлекательной, совершенно юмористичной форме рассказывает о кишечнике, приводит очень много научных данных, рассказывает, как улучшить качество своей повседневной жизни, просто понимая, как функционирует кишечник. Совершенно потрясающая книга. Я очень рекомендую её прочитать. На английском языке, на русском языке она вот так вот выглядит. В английском переводе я не знаю, как она была переведена, но вообще изначально она была переведена с немецкого языка. Вот один из интересных фактов, который она рассказывает в своей книге, например, как узнать, есть ли у нас глисты. Да, то есть возвращаясь к тому вопросу. Да, на самом деле очень важно. Как знать, что уже пора пришла почиститься. Она перечисляет такие симптомы. Если у вас есть бессонница, отсутствие концентрации в дневное время, повышенная чувствительность в ответ на различные раздражители, то есть раздражительность в целом, а затем раздражение кишечника, которое спровождается запорами, поносами, болями в животе, головными болями, тошнотой. Всё это говорит о том, что в теле человека присутствуют глисты. И что мне было важно прочитать, что даже этот доктор, казалось бы, традиционной медицины, она говорит о том, что лучшее средство от борьбы с глистами – это клизма. И у йогов есть подобная практика, но я начну, опять-таки вернусь к вам, к очищению желудка и кишечника, потому что, чтобы аналогично нам двигаться от рта, мы идём к желудку. Значит, что это такое? Это очищение желудка с помощью вызывания рвоты. Я начну сразу с эффектов этой техники, и, конечно, затем поговорю про противопоказания. Какие эффекты у этой техники? Она выводит слизь из дыхательных путей, стимулирует работу желудка, кишечника, регулирует деятельность желчевыводящих путей. Но и на энергетическом уровне очень хорошо помогает справляться с различными негативными эмоциями и даже пристрастиями. То есть у человека есть какие-то, даже в том числе любовные какие-то пристрастия, да? Она очень хорошо снимает напряжение после переживания каких-то стрессов, каких-то сложных ситуаций. И помогает освободиться от зависимости. Полезна при аллергии. Также она очень хорошо удаляет слизь из организма и тем самым поправляет капходошу. Да, я как раз хотела это добавить, потому что место сосредоточения капхедоши в нашем теле это район легких, да? И на самом деле вот эта техника ламанная, она помогает нам избавиться от излишней слизи, а слизь, собственно, и копится в легких. И если у нас есть какие-то осматические заболевания, аллергии как раз по осматическому типу, кашель, болезни легких, то это идеальная техника, которая как раз эту слизь может нам помочь и удалить достаточно быстро и продуктивно. Да, вот этот интересный момент касательно того, что прочищаются дыхательные пути, поскольку сама практика никак не задействует легкие, она в первую очередь затрагивает желудок, но ведь за счет этого рефлекса рвоты, который происходит, каким-то образом, видимо, задействуются и процессы, которые помогают вот эту излишнюю слизь вытолкнуть из легких. Вот это уникальность этой практики, действительно. Она также помогает избавиться и от запоров, от колитов, от различных хронических гастритов, и почистить его кожу от прыщей, и даже снизить вес. Поэтому очень-очень рекомендую эту практику, но сразу расскажу про противопоказания. Их некоторое количество. Это острые хронические заболевания, это и цирроз печени, это различные обухоли пищевого тракта, и высокое кровяное давление, глаукома, болезни сердца. Есть такое заболевание варикозное расширение вен пищевода, тоже не рекомендуется. Острая язва, это понятно. Ну и, соответственно, беременность, грыжа живота. И я сразу оговорюсь, вот булимия, наверное, знаешь об этом, это считается психиатрическое заболевание, когда человек сам вызывает у себя рвоту, но после того, как сразу он поел. Эта практика, кунжал-кре, она выполняется только на голодный желудок, когда желудок полностью пустой. Но поскольку у человека могут быть какие-то неправильные, скажем так, вообще отношения к рвоте, к еде, поэтому я думаю, что эту практику тоже не стоит все-таки, ну, во всяком случае, делать ее под наблюдением какого-то опытного человека. Поэтому я оговорюсь сразу. Особенно в стране, где мы с тобой живем, да, это такие серьезные вещи, поэтому хотела тоже немножко сделать предупреждение об этом. Ну, а как она сама выполняется? На самом деле практика очень простая. Выпиваете несколько литров простой или подсоленной воды. Причем подсолить ее можно по вкусу, ну, где-то, наверное, тоже, опять-таки, на один литр, одну чайную, или одну дверь. То есть мы, на самом деле, мы делаем физраствор. Вот я как бы делаю, да, на литр где-то чайная ложка соли добавляется, да, то есть это физраствор. Вода должна быть теплая, то есть она должна быть температурой нашей крови обязательно. То есть это тоже очень важно. Вода должна быть не горячая, не холодная, потому что иначе она тогда начнет взаимодействовать с нашим телом. То есть наша идея как раз то, что мы не вступаем, мы не усваиваем эту воду. Она как бы как вошла, так и вышла, да, достаточно легко. На самом деле ее можно выполнять и с обыкновенной водой, не подсоленной. Подсоленная вода используется тогда, когда человек знает, что у него повышенная кислотность, потому что именно соленая вода, она предотвращает выделение кислоты в желудке, поэтому людям, которые хотят избавиться от повышенной кислотности, им, безусловно, будет хорошо использовать именно соль. А для всех других можно, в принципе, и обыкновенную несоленую воду. И пьется вода до тех пор, обычно это где-то 5-6 стаканов, и уже после 6 стаканов у тебя уже, можно сказать, естественным путем происходит вот процесс, естественный процесс работы. А у кого-то может быть чуть больше, у кого-то чуть меньше, зависит, наверное, от размеров самого желудка. И если это не происходит естественным путем, то просто придется два пальца, надавливается на корень языка, и вся вода выходит из желудка. При этом она может быть окрашена, то есть в зависимости от того, если какая-то там желчь, если какой-то желудочный слог, да, вместе с водой выходит. Это все нормально. А вообще она по учебникам, да, как описывается, даже небольшое количество крови, то есть если какие-то капиллярчики, могут быть повреждены, да. То есть не надо пугаться очень сильно, правда. Ничего страшного. Главное, что при этом человек, то есть если он знает, что у него нет каких-то острых воспалительных процессов в желудке, то она совершенно безопасна. Ну и давай уже, наверное, к Басте перейдем, потому что у нас уже время, знаешь, заканчивается, да, это последняя техника, это клизма. На самом деле я хотела рассказать про шампрокшалан, это, наверное, одна самая мощная техника для очищения кишечника, но, к сожалению... Давай отдельную программу сделаем про шампрокшалан. Хорошо, ну что, Басте выполняется с помощью бамбуковой палочки. Вот по классике юридической, да. И эта палочка, ну там такой сложный процесс, я не знаю, стоит ли как бы его описывать. Я просто скажу, что эффект какой-то техники, она очищает прямой кишку, толстый кишечник, стимулирует деятельность кишечника и делает успокаивающий эффект, имеет такой. У нее тоже есть противопоказания, это различные обостренное состояние геморроя, острые воспалительные заболевания брюшной полости таза, ну и, соответственно, если есть какие-то злокачественные опухоли. И при беременности и менструации тоже не стоит эту выполнять. Найти эту технику. Я ее расскажу буквально в двух словах, не ожидая, что кто-то из наших радиослушателей будет это делать. Потому что ей есть альтернатива. Ну и вообще по классике Басте как выполняется? То есть наполняется ванной водой, с этим человек присаживается на корточки и вставляет в задний проход трубочку, она может быть диаметром от 5 до 15 мм, и начинает выполнять науле. И таким образом через силу мышц душного полости он начинает воду как бы в кишечник сам затягивать через эту трубочку. И когда уже достаточное количество воды набралось, несколько проделал таких подходов науле, он отпускает воду и начинает выходить, и опорожняет кишечник при этом. Альтернатива этой технике – это клизма. Но, сразу оговорюсь, есть разница между Бастией и клизмой. Она заключается в том, что практика Бастии юридическая именно направлена на усиление мышц душной полости. Именно за счет силы этих мышц происходит втягивание воды через кишечник. А при клизме мы никак не задействуем эти мышцы. Мы просто, и опять-таки, мы прочищаем только, соответственно, нижнюю часть нашего кишечника. То есть прямую кишку и так далее. Поэтому практика Шампра-Кшалана, которую я хотела рассказать, к сожалению, ничего не получилось. Ну, давай затронем. У нас еще есть тут несколько минуточек. Мы можем как раз сказать. Да, я в двух словах расскажу, в чем заключается преимущество Шампра-Кшаланы. Шампра-Кшалана заключается, сама техника заключается в том, что мы выпиваем опять-таки соляной раствор и делаем четыре основных юридических упражнения, которые помогают открыть сфинкры. И когда вода идет под пищеводу, проходит у нас, в желудок попадает, вода делается соленая, то есть она у нас не попадает в ночевые пути, а она именно идет через 12-перстную кишку, затем попадает в кишечник. И эта практика позволяет промыть кишечник полностью, весь сверху вниз. Никакая клизма, даже процедура гидротерапии, которая здесь очень популярна, они никогда не смогут достать до 12-перстной кишки. Поэтому практика Шампра-Кшаланы – это, конечно, самая мощная практика для очищения кишечника. И у нее множество, огромный список эффектов, поэтому я очень рекомендую ее. Она улучшает гибкость тела, дает растяжку, стимулирует деятельность кишечника, ее успокаивает, избавляет от зависимости. Ну и в первую очередь, конечно, это мощная-мощная чистка кишечника. И эта техника действительно действенная, ее можно тоже выполнять где-то пару раз в год. Йоги ее практикующие и чаще используют, потому что она является, очень хорошо работает на энергетическом плане, то есть я сказала, да, она работает и с гибкостью тела, и с зависимостью, и поэтому йоги ее практикуют, в принципе, чаще, чем два раза в год. Противопоказания у нее тоже есть. Это, опять-таки, острые какие-то воспалительные процессы в кишечнике, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, соответственно. Операции, если были какие-то до полугода. Ну и если есть какая-то непроходимость кишечника и гипертония. Сама техника выполняет, конечно, чуть-чуть сложнее, чем другие практики. Маша, я предлагаю нам с тобой встретиться отдельно для сети брошан-прешалана, потому что я тоже очень уважаю и люблю эту технику, и даже делала несколько семинаров по ней. И на самом деле, действительно, это очень действенное, можно ее как бы рассказать о том, что это эффективно проводить еще с чисткой печени, потому что если мы делаем шаг-прешаланную чистку печени, то это вообще удивительные эффекты происходят, и люди вообще возвращаются, например, подвижность сустава, что казалось бы, да, вроде бы, почему оно должно быть так, но тем не менее. Вот, так что вот мы сегодня как раз поговорили об основных шести югических очистительных техниках, которые называются шаткарма, в переводе с санскрита шат это шесть, и карма это действие. Вот, и с нами сегодня была Маша Асадва, мой большой друг, моя коллега, и преподаватель йоги, удивительный человек, вот у нее очень много всего интересного она проводит, в том числе и занятия здесь в Бейере, где мы живем по йоге. Вот, приходите к Маше на классы, она нас с удовольствием вам поможет, проконсультирует, и я думаю, что мы сделаем еще какой-нибудь цикл, на самом деле, программ, потому что это очень важная и очень интересная тема, и здесь много о чем есть поговорить. Так что спасибо большое, Машенька, было очень здорово сегодня с тобой побеседовать, как всегда, мне это очень приятно, и с вами была Мария Асадова, Анастасия Хрущинская, и программа «Путь йоги» на волнах радио Сангейтс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова